Всем привет, это канал Outsound, и у нас сегодня поистине необычный обзор. Начнем с того, что мы находимся в необычном для наших обзоров месте. Это зал для брифинга компании Alphard Group, в котором не только проходят брифинги, но вы можете видеть их последние разработки, достижения, новинки, и также благодарственные грамоты различных форматов соревнований по автозвуку партнеров. Чем необычен сегодняшний обзор? У нас очень много обзоров о продукции компании Alphard, распаковок, знакомства с новинками, новостей, анонсов, тестов, краш-тестов, замеров в мощности. Этого всего было огромное количество. Но о самой компании я так подозреваю, большинство людей, подавляющее большинство, знает очень мало и сегодня. То, чего еще, наверное, в России никто и никогда не делал, ни с одной автозвуковой компанией, мы проведем интервью с Денисом Алексеевичем Травкиным, владельцем компании Alphard Group, которого сейчас, собственно, ожидаем. Зададим ему некоторые вопросы. Я вас уверяю, будет очень интересно. Представляю вам Дениса Алексеевича Травкина. Это, собственно, создатель компании Alphard. Привет. Привет, Денис. Привет, Саша. Надеюсь, ответит нам на максимальное количество вопросов. Как, собственно, вышел на рынок автозвука? Ну, расскажи вот историю без углубления. Углубления в историю, да. Рассказывать можно долго. Новейшая история, как началась эпоха именно вот этого нового Alphard. В конце 2011 года я посетил соревнования EMMA. На тот момент я уже занимался брендом Alphard, дистрибутировал его в России. Он принадлежал польской компании. С 2011 года мы договорились с поляком о том, что бренд переходит ко мне. Если до этого я просто покупал и продавал то, что было в ассортименте, то с 2011 года, в общем-то, у меня появилась возможность создавать свои продукты. В начале 2012-го родилась идея создать первый Демокар Alphard. Построить, ну, конечно, не своими силами. Есть такой парень, я не знаю, где он сейчас находится, как поживает, Александр Радченко. И он был первый, кто сделал Демокар Alphard. Не фирменный, в смысле, не принадлежащий компании, кто сделал первый Демокар. На компонентах. На компонентах Alphard, да. На тех компонентах, которые были на тот момент в наличии. Сабвуферы, как мне казалось тогда, соревновательного типа. Якуза, если помнишь. И в 2012 году, в общем-то, как я уже сказал, пришла идея сделать свой собственный Демокар. Для этого была куплена машина Приора. Мы ее приобрели в марте 2012-го года и передали команду Страдивари. Таким образом я начал развивать свой бренд. То есть это первые такие шаги. Ну, это было привозное. Это было привозное. У меня были мысли, возникали идеи создавать какие-то свои продукты. Но опыта в создании продуктов у меня не было. Понимания ассортимента тоже не было. Того ассортимента, который нужен на рынке. Естественно, мне нужны были люди, которые бы помогли мне понять ассортимент сначала, а затем уже начать создавать какие-то продукты. Ну, в общем, познакомился я с Денисом и Виталиком. Следующий этап развития начался. У них есть знания, какие продукты нужны на рынке. У меня есть возможности технические воплотить все это в жизнь. Тогда на рынке никого, я насколько припоминаю, не было, кроме, ну, в этом сегменте, кроме Sundown Audio, ну, SCAR, соответственно. Ну, SCAR тогда я не помню. Sundown был. Они пропагандировали низкочастотное ветреное направление, можно так сказать. То есть системы, которые создавали ветер. Ну, и в принципе, больше ничего не было в России. То есть никаких других SPL-ных продуктов, ну, кроме недоступных американских брендов. И, собственно, уже, наверное, с начала августа 2012 года мы начали работать над этими новинками. То есть первое, что у нас было запланировано, это сабвуферы Audio Extreme. Линейка Audio Extreme вообще, она была предложена ребятами, Денисом, Виталиком, команда Stradivari. Секрет открою, ты, наверное, даже не знаешь, логотип нарисовал я. Ты, наверное, не знал. Я прикреплю, Виталик приехал ко мне домой, говорит, нужно сделать логотип просто. Ну, я не дизайнером, никем не был, но мы в Paint, как смогли, изобразили. У нас получались вот такие варианты, ну, разные варианты были. И пришли вот к такому логотипу. Ну, логотип неплохой. В принципе, он отвечал философии бренда Audio Extreme. Синусоид, да, да. И название говорящие. И пришли сабвуферы, которые оправдали ожидания. Ну, начнем с того, что, во-первых, опыта такого подхода к тестированию, ни самого конечного продукта, ни частей, элементов динамика у нас попросту не было. Ни у меня, ни у них. Все было неплохо, кроме того, что катушки не соответствовали нашим требованиям. Достаточно высокий был процент возврата. Ну, колоссальный опыт зато. Колоссальный опыт. На этой партии сабвуферов. Как и, я так понимаю, усилители. Про усилители расскажи. С усилителями все гораздо хуже, чем с сабвуферами. Я вынужден был отозвать всю партию. Около 50-70 тысяч долларов. Это все оборудование стоило. И когда проанализировали, сколько стоит его отремонтировать, пришли к выводу, что проще это вот положить и пусть оно лежит. Для меня это, конечно, колоссальный опыт. Сабвуферы, однако, были и работали отлично. Многие. По 12-шкам проблем практически не было. 13-шку мы поставили. Сколько у нас было? 12-дюймовых сабвов. Они все отлично работали. И все умели ими пользоваться, так скажем. Ну, для меня это брак. Потому что катушка, которая держала температуру меньше 150 градусов, все-таки это серьезное такое упущение при тестировании начальном. Ключевую роль в этом выходе Альфард на рынок громкого автозвука сыграла команда Страдивари. Очень важную роль. Очень важную. Поэтому и вопрос, почему ушел, собственно, Виталий, команда распалась. Не хочу копаться в прошлом, ворошить вот это все. Просто разошлись во мнении. Ничего страшного не произошло. Никакого негатива к Виталию на сегодняшний день, во всяком случае, у меня нет. Надеюсь, у него тоже нет никакого негатива в мою сторону, в сторону компании. Потому что то сотрудничество, которое было у нас в 2012 году, в 2013, и часть 2014 года, оно все-таки было позитивным. Они с помощью меня, я с помощью ребят смогли достигнуть определенных результатов. И рекорд тогда поставили на Волге. Рекорд России 179.1. И веку построили. Грандиозный проект на тот момент. Самый громкий. Один из самых известных после тренажки. На тот момент точно, да. 164+, для того времени это был сумасшедший результат. На музыкальном треке. На музыкальном треке, да. То есть было очень много хорошего и позитивного. Забывать это тоже не нужно. И ребятам я построил бокс. Вот, Виталий продолжает его использовать и сегодня. Поэтому, ну, разошлись, разошлись. Ничего здесь страшного нет. Это история. Денис, я уверен, когда достигнет, я не знаю, пика своей карьеры в бизнесе, пойдет в политику. Потому что мы сейчас услышали ответ на вопрос, но ответа на вопрос не получили. Нет, ну, разошлись, понятно. Разошлись во мнениях каких-то, да, в видении развития и так далее. Ну, Виталик решил покинуть компанию. Ну, да, скажем так. Так, Виталик решил покинуть, разошлись мы в видении дальнейшего будущего компании, развития компании. Ну, собственно, автозвук для Альфард, большой автозвук России так и начался. Производство уже под собственным брендом каких-то новинок и спонсорская поддержка соревновательных форматов. Какие тогда форматы были, какие поддерживал? Были практически все, которые есть и сегодня. С 2012 года, как я уже говорил, мы начали поддерживать DBDRAG как единственный партнер. Всего два этапа прошло с моей поддержкой в 2012. Их всего было, если не изменяет память, в 2012 4-5 этапов. В 2014 году уже, несмотря на не очень позитивное отношение команды Страдивари к формату АМТ, я стал генеральным партнером АМТ на 2014 год. Плюс в 2014 году я начал поддерживать формат SPL-шоу как основной спонсор. В 2015 году к нам в портфель спонсируемых форматов добавился РБР. То есть мы спонсировали практически все существующие этапы, кроме РАСКИ, как генеральный партнер. Конечно же, одна из основных целей – это реклама собственного бренда. Дополнительной целью или задачей было развитие всей индустрии автозвука. После нулевых годов все бренды уснули. Никто не хочет вкладывать, и рынок стагнирует. Проанализировав и поняв, что на самом деле так и происходит, я решил вкладываться в индустрию целиком. Даже несмотря на то, что тот же Виталик был против, чтобы я спонсировал сторонники этой этапы, кроме Диби Драга, я понимал, что развивая, вкладываясь во все форматы, можно достигнуть массовости рекламы собственного бренда и развития индустрии в целом. Не через один формат, а через все форматы в совокупности. Справедливо будет вспомнить в те годы Гришу еще. Кашина. Скажем так, вот в этом сегменте он был единственный. Он возил тогда Ascendown Audio, FI, Ascendance, StarCard. Но если вспомнить соревнования 2012-2013 годов... Он спонсировал. Подавляюще. И не только спонсировал. Он развивал субкультуру, так как это было развито в Америке. Это было эффективно, но это было не повсеместно, плюс-минус локально. Система была, но она не выросла до масштабов, таких вот глобальных масштабов в рамках нашей страны. Но он был первый, кто начал развивать эту субкультуру и, по сути, с кого я в какой-то степени, можно сказать, даже брал пример, как нужно делать, но включив это в общую систему. Поэтому роль его большая. Также вот откуда появились громкие фронты. Громкие фронты появились от ребят из компании CarAudio из Ставрополя. Первыми, кто, в общем-то, начал создавать громкие системы фронтальные на эстрадных динамиках, были братья Хаченков из компании CarAudio. От них пошло это направление. Ну, а мы его только развили. Что ты сделал тогда для развития этого направления? Мы начали изучать, как создавать громкие динамики. Первый продукт уже вышел в 2013 году. Такой легендарный динамик X6L, Gannibal X6L, который, не могу сказать точно, но в количестве за первые три года продаж, наверное, 100 тысяч пар его продалось, может больше. Дальше уже появились более эффективные, более громкие динамики. Мы первые массово, именно массово, завезли громкие спельные продукты. Эстрадные динамики были представлены американскими брендами, итальянскими брендами, в единичном виде. Это все было упаковано поштучно в картонные коробки, некрасивые. Такое все было серое, ну, потому что массовости в этом не было. Ну, это профоборудование. Это было профоборудование для использования именно в эстрадных концертных системах. В студийных, да. Были для справедливости ради, скажем, спель-шоу, были Cadence Dragster, которые... Были. Да, да. Именно вот эти эстрадные компоненты тогда были P-Audio, BNC, Tinsound и Eminence. BAME, возможно, это вообще была супер-едкость. Это все было ужасно некрасиво упаковано. Это было хрен, где достанешь. Оно безумно дорого стоило. Конкуренция на тот момент и небольшая была. Ты, скорее, занял, так скажем, нишу какую-то востребованную, да. Но были ли бренды, так скажем, которым ты не навредил, а... Перешел дорогу. Ну, да. Кого-то вытеснил с рынка. Возможно, кому-то я и помешал, кто-то, возможно, ушел с рынка. Но в большей степени я создал почву для развития новых брендов. Порядка 15 компаний появилось. Порядка 15 компаний, которые движутся в том же направлении... Созданным. Созданным новым брендом. Другими словами, конкуренты должны быть тебе благодарны. Ну... Ожидать благодарности от конкурентов – неблагодарное дело. Больше я слышу обратное. А, да пусть он там тратит бабло, а мы будем этим пользоваться. Прям вот именно в таком контексте? В таком контексте говорят. Я вкладывал очень большие деньги как в сами их форматы, так же мы вкладывали деньги в команду, в создание нашей команды. Мы развивали культуру автозвука. Уже с 2014 года у меня существовал отдел, который контролировал спортсменов, передвижения, отправку призов, кубков на все форматы. По сути, на сегодняшний день до 2016 года компании, конкуренты практически не вкладывались в рынок, практически не вкладывались в соревнования. Я слышал только одно – да вот, рынок как-то он там, что-то не очень падает, что-то мы там прогнозируем, все будет хуже. Все ко мне подходили. А как у тебя? Я говорил, ребят, а у меня каждый год в два раза продажи растут. Я сказал, ребят, спасибо вам огромное за то, что вы такие пассивные, за то, что вы ничего не делаете на рынке, вы помогаете мне продавать больше. А если серьезно, то, ребят, ну одному очень тяжело развивать рынок. Очень тяжело. Я вкладываю огромные деньги, и вы получаете продажи так или иначе. Поэтому, если мы все сегодня начнем вкладывать, начнем спонсировать различные мероприятия, создавать команды, выиграют от этого все, потому что индустрия вырастет, рынок станет шире. Рынок огромный, места хватит всем. Они делили потребителя, а ты создавал. Я создавал рынок. Ну, посредством создания интереса к автозвуковому спорту. Тут будет не лишним, вспомните меня. Я создавал интерес к повседневу, ну, не столько к соревнованиям. Мне это всегда больше нравилось как повседневное использование. Первый легендарный проект, который помнят все, это Вечность, созданный, в общем-то, собой. Все скажут, на Альфарде, на Альфарде. Ну, не важно на чем. Да, меня часто обвиняли. Для многих будет ответ на вопрос, вот тот ранний loud sound, который очень часто обвиняли в пиаре Альфарда. Я еще шутил часто, мы не пиарим Альфард. Не было тогда просто альтернатив практически никаких. Начинали только появляться, хреново упакованные, там, с плохой гарантией. Ну, было много косяков. Действительно, Альфард у нас преобладал такой бренд в магазине. Ну, и в спорте, и в повседневе. Ну, собственно, потому что выбор был действительно очень ограниченный. По поводу вкладывания денег в форматы, я так понимаю, колоссальное количество денег ты вложил. И обвиняют, прямо скажем. В том, что деньги вложил, обвиняют? Нет. Ну, грубо говоря, это звучало, я не знаю, сейчас ходят такие слухи или нет, как-то улеглось. Был такой момент, говорили, Альфард купил дебидрак. Вот. Ничего не улеглось. Я просто от врачей сейчас немножко отдалился. Прокомментирую. Ну, вот недавно поднятая волна опять начали нас, в общем-то, пытаться уличить в читерстве, в покупке формата. Год-два назад нас обвиняли в том, что мы и АМТ купили, и РБР купили, и сегодня вот РБР кто-то другой купил. Кто вкладывает деньги, тот, типа, может пририсовывать себе деньги. У нас на самом деле все не так, вот тот же АМТ. Возникали конфликтные ситуации, вопросы. Я всегда с Вадимом Валерьевичем разговаривал. Вадим Валерьевич, если это в рамках правил, то нужно допустить или разрешить и так далее. Если не в рамках правил, избранных нет. Независимо от того, что Тим Альфард – это команда генерального спонсора. Я никогда, никогда, ни к одному из владельцев форматов не подходил и не просил пропихнуть того или иного спортсмена тот или иной результат. Тем более в Дибидраге. По другим форматам понятно, там вы просто спонсоры. В Дибидраге вы купили, я не знаю, все, наверное, от судейской формы до обучения судей, дорогу судям оплачивали. Оплачивали все, но формулировка сама не верна – купили. Не купили, а платили, вложили. Мы были единственным спонсором, единственной движущей силой, единственным ресурсом. В России проводилось 5-7 этапов в год. Эти этапы проводились в основном на юге. Ставропольский край, Ростов, Краснодарский край, Воронеж, Волгоград. Недалеко от места проживания. Недалеко от места проживания, да. Было судей. Фактически один судья – Михаил Шевченко. И второй судья – это Алексей Строганов. Виталий и Денис из команды Страдивари, они были судьями, но с правилами они были знакомы не так хорошо для того, чтобы осуществлять судейство. Для того, чтобы быть главными судьями на этапах, по факту. Задача стояла создать судейский корпус с ноля. Его не было. Для того, чтобы проводить этапы, например, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, где их никогда не было до этого, там нужны были судей. Так вот, в 2015 году было проведено 27 этапов в России. 27 после 5-7 в 2014 году. Это огромный скачок. В 2016 году мы провели 50 этапов. Создана была команда по организации, по контролю. Создан был судейский корпус. Говорить, что я купил – неправильно, я его создал. Его не было как… Реанимировал? Ну, в моем понимании, не реанимировал, а создал. Потому что он существовал как формат, но в рамках представленности только на юге. Редкие какие-то этапы, которые проводились в каких-то городах, они были не систематичными, не ежегодными. Я думаю, всем интересно, сколько потрачено денег. Ну да, и на соревнования в целом, вот интересно, сколько… Очень, очень много. Я цифры… в общем-то, примерные цифры я знаю, но… Больше 100 миллионов? Существенно. Больше. То есть, если предположим, что ты занимаешься этим 5 лет, грубо так скажем, с 13-го года… Ну, активно, да, можно сказать, с 13-го года. Шесть лет. По 20 миллионов в среднем, грубо говоря, в год. Какие-то годы, существенно больше. Вы не только поддержали автозвуковый спорт, но вы в нем еще и участвуете. То есть, участвует команда Team DevBones, Team Avatar, ну, под твоими брендами… Под нашими брендами, да. Да, есть команды, которые спонсируются непосредственно Alphard Group. И команды, мягко скажем, не самые последние места занимают. Обвиняют новички, обвиняют люди без средств, да, скажем так. Есть и опытные люди, но у них нет такого количества железа. И, ну, автозвуковой спорт – это не только купить железо. Напилить результат – это огромная, колоссальная сумма денег и времени. То есть, железо будет умирать в ходе тележки. Деньги нужны большие. И сейчас не каждый может участвовать. И, грубо говоря, вы развили формат, да, вы развили географию, вы привлекли кучу народу. Сейчас это совсем не то, что было раньше. Все круто. Но может ли сейчас вот просто человек взять без денег, без опыта, приехать и соревноваться? Получается такое мнение, что мы создаем препоны для развития спортсменов из молодых ребят. Но это же… это глупость. А те спортсмены, которые существуют сегодня, они откуда появились? Они также были энтузиастами, также пилили у себя в гаражах. Были замечены мной, нашей компанией, какими-то другими компаниями сторонними. И они, собственно, получали спонсорское железо. То есть, добившись какого-то результата, какого-то уровня, пацан из гаража, любой пацан, может попасть в какую-то сильную команду, в том числе и в команду DevBonds. У нас каждый год приходят новички, они не просто так впадают. Просто большинство среди тех, которые говорят, вот, блин, вот они такие все крутые, на соревнования ездят, что туда залазить. Большинство из них, я извиняюсь, обычные нытики, которые не хотят ничего делать для того, чтобы добиться. Я приведу пример. Они еще не адаптировались к тому, что уровень вырос. Раньше это можно было, я купил САП, купил трубу, фанеру, напилил, и приехал там, выиграл. Сейчас есть такие форматы, пожалуйста. Мы говорим про высшую лигу, DBDRA. В SPL это высшая лига. Можем сравнить с Формулой-1. Болид Формулы-1, там есть пилоты. Как они стали пилотами? Они же не просто так, пришел с улицы, эй, привет, хочу вот на болид Формулы-1, вот он там стоит 100 миллионов долларов. Да, я сяду, поеду. Но если ему дадут этот болид, что случится? Я тут полностью согласен. Меня тоже часто спрашивают, я всегда примерно так отвечаю. Вот эта зависть к людям, у которых есть болид. Очень часто в последнее время говорят, ты просто водитель. Ты просто водитель. Ну в Формуле-1 там тоже же просто пилоты, да? Но получить болид, это, ну, его не дадут любому. Поэтому там людей, которых обвиняют, у тебя спонсорское железо. Ну это круто. Это ему доверили это железо, получается, он к этому пришел. Ну и чтобы, наверное, подвести какой-то итог, Альфард, тогда и сейчас, какие вот самые такие яркие моменты ты бы мог выделить, вот за эти сколько, пять-шесть лет, что произошло, чего вы добились? То есть, как мне кажется, эта компания, насколько она выросла, насколько она стала более профессиональной, какое количество людей работает в компании, вовлеченных людей. Насколько больше стало работать людей? Сколько работало? Ну, если брать конец 11-го, начало 12-го года, когда я только увлекся автозвуком, скажем так, ну, порядка десяти человек, не более десяти человек. Сегодня более пятидесяти человек в компании работают. Важным фактором является то, что большая часть людей, работающих в компании, они из автозвука. Вот если брать отдел... Вовлеченные. Вовлеченные. Если брать отдел маркетинга, они все из автозвука. Так или иначе увлекались, строили машины, работали в магазинах автозвуковых. Важный момент – рост компаний на рынке. Популярность, известность бренда. Если в 12-м году о нас знала, там, малая часть людей, то сегодня Альфард, в принципе, и бренды компании Альфард Групп достаточно известны на всей территории России. При этом наши продукты сегодня продаются не только на территории России, но и за ее пределами, далеко за пределами. В странах Северной и Центральной Америки у нас продажи очень сильно растут. Наши бренды получили репутацию очень качественных, практически неубиваемых. Если мы говорим о DevBonse, например, в Америке, на нашем оборудовании поставлено множество рекордов. В скольких странах вообще сейчас продукция Альфард представлена? Ну, если брать Европу, порядка 10-ти стран. В странах Азии, в странах Ближнего Востока. Количество стран я не считал. Предполагаю, порядка 30-ти стран мира. Скромничай. То есть, я говорю, какие яркие моменты? Сказать, вывел компанию на мировой уровень. Ну, по факту, так и есть. Вывел компанию на мировой уровень? Компанию на мирового уровня, хотя это был... Одной из целей развития компаний являлось выведение на мировой уровень. И инструментом для этого как раз являлось участие, развитие нашей команды через соревновательные форматы международные, такие как DbDrag и EMMA. Одно из самых ярких достижений – это команда. Потому что, во-первых, она на сегодняшний день является самой сильной, самой многочисленной. Ну и, конечно же, проекты, которые мы создаем. Не мы единственные, кто создали большие проекты, но масштабно, массово создаем только мы. У нас очень много проектов, созданных Сергеем Ремезовым, Денисом Вихляевым. Это проекты, которые известны на всю Россию. Опять же, на нашем железе, на нашей продукции создана легендарная тренажка «Вечность», которую тоже нельзя не упомянуть. Ford F-350, который мы отправили в Америку. Это очень редкий случай, ребята, очень редкий, когда Ford F-350 из России уехал. Да, это не очень редкий. Везут в Америку. Это единственный случай. В автозвуке единственный случай. Ну и, конечно, наш канал на YouTube. Наш канал на сегодняшний день является самым большим в мире среди монобрендовых каналов в автозвуковой. Я чуть не испугался. Думал, скажем, самый большой в мире по автозвуку. Ну, действительно, самый быстрорастущий, самый большой по автозвуку у меня пока, по количеству подписчиков. Ну, а Alphard сейчас развивается, ну, очень много нового. Витя с Тёмой привносят, очень сильно растет качество контента. Он действительно самый быстрорастущий сейчас из именно автозвуковой тематики. Ну, это уникальный канал, потому что каналы от компаний-производителей, это, как правило, или реклама продукции, или освещение новинок. Ну, достаточно скучный, как правило, контент. Я надеюсь, обзор вам понравился. Денису огромное спасибо, что уделил время, ответил на все вопросы. Если у вас остались вопросы, переходите в группу ВКонтакте Alphard Group, подписывайтесь на неё. Там освещаются все новости о компании. Соответственно, там можно вести диалог с сотрудниками компании, задавать им вопросы, те, которые вас интересуют. Тут есть служба поддержки, само собой. Также огромное количество информации, как мы уже говорили, и развлекательной, и познавательной находится на канале Alphard Group. И, как я уже сказал Денису, спасибо большое за то, что уделил время. Видите, спасибо большое, что сидел там... И молчал. И не сильно кашлял. Не забывайте поставить палец вверх, написать ваш комментарий, обязательно поделитесь этим видео, это очень важно для нас. И всем пока, живите громко. Витя, скажи, как мы так лоханулись? Мы просто вот сняли начало, а сабвуфер не поставили для красоты. Я сразу говорю, надо красиво поставить сабвуфер. Вот, блядь, и там картонка эта... Витя, ты куда делся? Укакался? Пошел пописать и укакался.